По правовому обеспечению, извините, в первую очередь мы с этим человеком общаемся, Дарья Николаевна, Галь, из правового управления Росрегистра. Так что, пожалуйста, вопросы совершенно верны, заранее, чтобы было время для ответа. Пожалуйста, Дарья Николаевна. Добрый день всем. Слышно меня? Раз, раз. Нормально? Раз. Не слышно? Я буду стараться говорить громче. Слышно? Дарья Николаевна не работает. Все, работает. Раз. Все, отлично, слышно. Как вы знаете, 1 января 2017 года вступил в силу 218 федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Данный закон на самом деле весьма серьезное нововведение в связи с тем, что он предусмотрел объединение двух самостоятельных электронных ресурсов. Это ресурсы регистрации прав на недвижимое имущество и единый государственный кадастр недвижимости. Сначала я с вами расскажу о неких общих новых положениях, которые появились, о том, что изменилось по сравнению с нормами, предусмотренные в 122 федеральном законе. А затем мы обратимся к неким частным вопросам. Я расскажу о тех проблемах, которые возникают у нас при рассмотрении документов, поступающих в государственную регистрацию. И расскажу о тех проблемах, с которыми обращаются заявители к нам, представители заявителей. Возможно, будут какие-то вопросы о действиях Росинвестра в суде, о ее представлении интересов. Может быть, какие-то дела у вас встречались или идут с участием в среде Росинвестра, есть какие-то вопросы, то задавайте. Отдел правового обеспечения занимается не только дачей заключений и правовых позиций по государственной регистрации по сложным вопросам, но и защитой интересов управления в судах. Итак, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае предусмотренных законов, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения, подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация является, как вы знаете, единственным доказательством существования права для всех третьих лиц. Что означает данная норма принципиально? То есть, если у вас есть продавец и покупатель, и они заключают договор купли-продажи, то до момента государственной регистрации перехода права, все третьи лица, государственные органы, судебные органы, вправе поводать, что право собственности принадлежит продавцу. Вместе с тем, между сторонами, если подписано актримовая передача, то право собственности находится в живопокупателя, и покупатель вправе обратиться к продавцу с иском понуждения к переходу права. Итак, значит, что касается изменений 218-го федерального закона. Сегодня в Едином государственном реестре недвижимости содержатся следующие сведения. Это кадастры недвижимости, реестр прав на недвижимое имущество, реестр границы зон с особыми условиями использования территорий, зон особо охраняемых природных территорий и территорий социально-экономического развития. Реестровые дела, кадастровые карты и книги учета документов. Ведется Единого государственного реестре недвижимости в электронном форме. Исключения составляют реестровые дела. В них на бумажных носителях у нас хранятся оформленные в простой письменной форме, представленные в бумажном виде заявления, а также документы, оригиналы которых отсутствуют в других органах государственной власти, органах местного самоуправления и архивах. Значит, что изменилось? Если ранее у нас при принятии государственным органом какого-либо акта, влекущего за собой переход прав на недвижимое имущество, будь то судебный акт, либо постановление пристава, либо постановление об изъятии, например, земельного участка, то государственная регистрация производилась в заявительном порядке. То есть все равно заявитель должен был обратиться в Росреестр к заявлению о переходе права. Сегодня же 218 федеральный закон предусматривает, что государственная регистрация производится в уведомительном порядке. То есть при поступлении подобного документа в управление Росреестра производится государственная регистрация, о чем уведомляется правообладатель объекта. Интересным последствием мы внесением изменений в Гражданский кодекс РФ является появление нового объекта гражданских прав, такого как машина-место. О нем мы поговорим с вами немного подробнее. Также у нас появился единый недвижимый комплекс, статья 131.1. По объектам гражданских прав у нас появились два новых объекта – машина-места и единый недвижимый комплекс. С машинами-местами возникает достаточно много проблем и вопросов. Раньше мы с вами регистрировали доли праве собственности на объект нежилое помещение. Это там огромный размер долей было, более 100 сособственников. Значит, 315-й федеральный закон, статья 6, разъясняет, как быть в долях зарегистрированными ранее в отношении нежилых помещений, которые являются партнерами. Данная норма предусматривает, что лицо праве осуществить кадастровые работы в отношении, принадлежащей ему доли партнера. Однако, прямо указано в законе, что для осуществления этих кадастровых работ необходимо согласие всех сособственников, объекта. Несколько облегчается задача в связи с чем? В связи с тем, что по согласию сособственников, например, на продажу объекта были внесены изменения, согласно которых, если число сособственников составляет более 20, то вы вправе опубликовать сведения о продаже на сайте. Конечно, отдельно такого не предусмотрено для случая осуществления кадастровых работ, но теоретически в рамках применения аналогии закона такой подход возможен, потому что это очень сложно. Сегодня нет ни одного случая, когда доля в праве собственности на нежилое помещение была бы изменена на машиномест. Однако, заявителей достаточно много с этими вопросами. Почему? Потому что, как вы знаете, есть налоговая льгота. Налоговая льгота по данному объекту, я вам расскажу о некой особенности, которая связана с позицией Федеральной налоговой службы. А именно, есть письмо Федеральной налоговой службы от 8 декабря 2016 года. И она указывает о том, что налогоплательщик правит получитель в году, значит, поставки не более 0,3% в случае, если указано на именование машина-места. Обратясь к закону 218, вы увидите в составе кадастровых сведений несколько вариантов, да, там деление такое основное и дополнительное сведение. Так вот, в дополнительных сведениях в том числе есть наименование объекта, есть вид объекта, есть наименование. Так вот, наименование объекта может быть любым, на самом деле. Это может быть усадьба Петровой, дом Иванова и так далее. Это заявитель вносит по собственному какому-то разумению. А вид объекта, он соответствует фактическому виду объекта. В этом смысле федеральная благослужба, вот в этом своем письме, она не различает этих моментов. И были случаи, когда заявитель обращается к нам и говорит, что он хочет буквально внести одно слово, машина-места. И на следующий день мы, конечно, ему отказывали, потому что понимали его так, что он хочет изменить вид объекта. Но принципиально в случае обращения по обнесению изменения к наименованию объекта, да, будет машина-места. И с этим вы придете в налогу, то на основании этого письма, которое, хотя и не является там никаким нормативным правовым актом и так далее, тем не менее для налогоплательщиков такие письма и разъяснения, они имеют последствия. Если налогоплательщик на них основывается, то он является добросовестным и никаких вопросов к нему быть предъявлено не может. Поэтому вот такие вот есть моменты. Еще раз, значит, по машинаместа. Сегодня, то есть здесь с изменением закона, сразу те объекты, которые сегодня строятся, многоквартирные дома, в них застройщики в автоматическом режиме должны все это кадастрить и носить как машинаместа. То есть это установлено. Проблема только вот с тем, что было ранее. Так, по машинаместа. Значит, что, такой вопрос возникает в отношении единого недвижимого комплекса. Как объекта. Нередки случаи, когда в управление поступают договоры аренды, в которых предусмотрено несколько объектов аренды. Например, одно здание, второе и третье. И лицо говорит, что вот зарегистрировать этот договор, платит государственную пошлину за регистрацию договора аренды. Вместе с тем, как вы понимаете, в предмет этого договора три самостоятельных объекта недвижимости. В этом смысле, то, что это один документ, не говорит о том, что на самом деле речь идет об одном договоре. Скорее, речь идет о трех договорах, которые заключены на одинаковых условиях, но в отношении разных предметов. И вот это понятие статьи 133.1.1 недвижимый комплекс, оно заставляет усомниться в возможности однократного уклада государственной пошлины в подобных случаях. Как мы можем с вами рассматривать подобную ситуацию, когда у нас, например, два самостоятельных объекта недвижимости? Это когда именно, например, два самостоятельных здания. Я не говорю сейчас о здании, земельном участке под ним. Раньше говорили, ссылались на то, что это сложная вещь. То есть эти здания соединены таким образом, который предполагает их использование, допустим, по общему назначению. Однако, как вы знаете, сложная вещь является само по себе общей нормой. Вместе с тем, единый недвижимый комплекс говорит о недвижимой вещи, участвующей в аппарате, как одна вещь. То есть является специальной нормой по отношению к 134 статье. Поэтому вот такой вопрос сегодня также существует. Значит, в каких случаях производится учет единого недвижимого комплекса и государственная регистрация прав на него? Это завершение строительства объектов недвижимости, когда их документация предусматривает введение в эксплуатацию в качестве одного объекта. Либо объединение по заявлению собственника учтенных и зарегистрированных объектов недвижимости, которые имеют единое назначение, не разрывно связанных физически, технологически, либо расположены на одном земельном участке. Отмечу, что, например, предприятие, как имущественный комплекс, единый государственная регистрация осуществляется в федеральном Росрегистре. То есть, если у вас в Петербурге есть объект недвижимости, являющийся частью предприятия, то сама государственная регистрация будет осуществляться в Москве. Сегодня государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет – это исключительная полномочия Росрегистра. Если ранее, как вы знаете, государственный кадастровый учет осуществляла Федеральная государственная кадастровая палата, то сегодня Федеральная кадастровая палата имеет свои задачи, значит, кадастровый инженер готовят документы для государственного кадастрового учета. Однако решение по постановке объекта на учет сегодня принимает государственный регистратор. Государственная кадастровая палата, сегодня вы к ней обращаетесь за заявлениями о выдаче выписок на имущество, также она выполняет технические функции по ведению дела, собственно говоря, все. Что касается вопроса взаимосвязи государственной кадастрового учета и государственной регистрации прав, 218-й федеральный закон устанавливает случаи одновременного проведения государственной регистрации кадастрового учета, а также случаи отдельного государственного учета. Зачем это необходимо? Значит, в случае, если закон предусматривает одновременность при этом заявления об одном либо о другом отсутствуют, то это основание для приостановления впоследствии до отказа в государственной регистрации. Итак, одновременная регистрация и кадастровый учет необходимы в случае создания объекта недвижимости, образования объекта недвижимости, прекращения существования объекта недвижимости, образования или прекращения существования объекта, на который распространяются ограничения и применения прав, подлежащие государственной регистрации. Отдельно, в каких случаях осуществляется это? Создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в которой представлено орган государственной власти, местного самоуправления или корпорации РУСАТО в порядке международного взаимодействия. Прекращение существования объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРП. Изменение основных характеристик объекта. Также я хотела бы обратить ваше внимание на лица, которые в праве обратиться в заявление в государственной регистрации либо по осуществлению государственного кадастрового учета. Сегодня заявление в праве представить собственник или иной правообладатель при одновременном осуществлении государственного учета и государственной регистрации либо орган государственной власти, орган местного самоуправления или корпорации Росатом, которые выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при учете кадастре без одновременной государственной регистрации. Также закон предусматривает такое лицо, как кадастровый инженер, предусмотренный в федеральном законном случае. Это положение вызывает много вопросов, потому что найти федеральный закон, который прямо трудусматривает кадастрового инженера в качестве лиц, которые вправе обратиться, невозможно. Есть косвенные предпосылки, содержащиеся в федеральном законе о кадастровой деятельности, которые сегодня используются в Росрегистре для того, чтобы допустить возможность рассмотрения заявлений кадастрового инженера в постановке объекта государственного кадастрового учета. Прямо законно предусмотрен, по-моему, единственный случай. Это о постановке объекта, связанного с комплексным освоением территории, когда они делают очень большой картоплан территории. А вот Росрегистр столкнулся с необходимостью именно постановки на государственный кадастровый учет по появлению инженера в иных случаях. Такое заявление о государственной регистрации и кадастровом учете можно будет представить, соответственно, через многофункциональный центр либо в форме электронных документов перед единым порталом. Отмечу, что сегодня у нас не имеет значения места регистрации объекта недвижимости для того, чтобы подать заявление в отношении него. То есть заявление подается в орган, соответственно, в многофункциональный центр либо на портал, вне зависимости от места регистрации объекта. Затем документы в порядке учредственного замедиста пересылаются между органами Росрегистра. И государственная регистрация осуществляется в месте, где расположен объект. Но заявителю нет необходимости перемещаться. В пределах Российской Федерации. Сегодня, как вы знаете, государственная регистрация у нас с вами подтверждается выпиской из единого государственного регистрации объединенности, а государственная регистрация договора или сделки специальной регистрационной записью на документе, который выражает содержание этой сделки. Также новым является отмена обязанностей юридических лиц предоставлять свои учредительные документы на государственную регистрацию. 122-й закон прямо закреплял подобную обязанность. Однако 218-й предусматривает, что подобные документы запрашиваются в рамках межпедовственного взаимодействия. Здесь нужно понимать, что, безусловно, доставить юридические лица сегодня никто не может. Это не основание для приостановления государственной регистрации. Однако, если юридические лица расположены в территориально-межпедовских субъектов, зарегистрированы, то соответствующий запрос может идти достаточно долго. При этом одним из оснований для приостановления является непоступление ответа на межпедовственный запрос в пределах срока государственной регистрации. Сегодня единственным случаем отказа в приеме документов может быть, если при приеме не была установлена личность заявителя, который непосредственно обратился с документами, например, не предъявлен паспорт. Что касается оснований для возврата заявлений и документов без рассмотрения, то это, как вы представляете, все несоответствия формата заявлений и документов, установленных в форме, наличие в заявлениях и документах под чистых приписок зачеркивания, непосредственных однозначных, не сталкивать содержание, отсутствие подписи заявителя в заявлении о кадастровом учете или государственной регистрации прав. Также, значит, если в единой системе информации о государственных и муниципальных платежах будет отсутствовать информация о плате государственной пошлины. 218-й закон к этому положению, который ранее содержался в 22-м, добавил, что срок, в течение которого эта информация должна отсутствовать, чтобы возвратить документы заявителя, это 5 дней. Значит, также такое положение, что в едином государственном регистре имеется запись о невозможности регистрации перехода ограничения права обременения без личного участия правообладателя. Немного остановлюсь на этом положении. Почему? Потому что Росрегистр часто сталкивается с ситуациями, когда имело место в выдаче нотариальной доверенности на представителя и затем вместо осуществления действий по отзыву нотариальной доверенности, порядок которых предусмотрен и гражданский кодекс, и законодательство о нотариате, заявитель приходит в Росрегистр и подает подобное заявление. При этом порядок государственной регистрации, подтвержденный приказом Росрегистра, таков, что документы, касающиеся отзыва нотариальной доверенности, они проходят через отдел государственной регистрации ареста к запрещению, то есть государственный регистратор не сможет внести запись при наличии сведений об отзыве доверенности. Он это увидит большими ухами. При этом заявление о запрете регистрации без личного участия, оно, к сожалению, не попадает в этот отдел, и технически оно таким же способом не вносится. Поэтому нужно быть внимательным, и если имела место подобная ситуация, то пусть лицо подает заявление о запрете регистрации, то пусть, может быть, это будет быстрее, но отозвать доверенность необходимо. Потому что бывали случаи, когда государственный регистратор не обнаружил эту информацию на момент проведения государственной регистрации, а потом оказывалось, что действия по отзыву доверенности даже не осуществлены. То есть суды рассматривают подобную ситуацию как не всегда как добросовестное поведение обладателя права. Конечно, лица пытаются признать действия руссрединственными законными, но, к сожалению, положение закона 218-122 о том, что государственная регистрация является единственным доказательством существования права и о том, что право может быть оспорено и зарегистрировано только в судебном порядке, разъяснение Верховного суда, Метражного суда, в том числе в ПНВ-10-122, не позволяет оспаривать, в случае, если государственная регистрация произведена, вернуть все обратно путем предъявления иска из публичных правоотношений заявлений. И все необходимо идти с исковым заявлением уже к правообладателю права. К сожалению, вот такая ситуация, когда форма, которая предусмотрена законом, а именно это исковое заявление, это спор о праве, она не вмещает содержание, которое хочет вложить туда заявитель. А в содержании это, что государственным органам законное действие произведено, которое прямо запрещено законом. Нельзя осуществлять государственную регистрацию без заявления правообладателя и подобных заявлений в безличной части. Так, вернемся к закону. Значит, я думаю, вы уже все знакомы, но мы не повторимся по поводу сокращенных сроков для государственной регистрации кадастрового учета. Значит, законом установлены 5 рабочих дней для государственного кадастрового учета, 10 дней – это случайно временности учета и государственной регистрации, 7 рабочих дней для государственной регистрации прав. Вы должны предпонимать, что управление Росрегистра не осуществляет прием документов, документы поднимаются многофункциональным центром либо через портал. И для случая подачи документов в чеш-многофункциональный центр мы прибавляем 2 рабочих дня для того, чтобы выяснить, когда же мы получим с вами результат показания государственной условии. соответственно, в случае, если вы подаете раньше, как было раньше, этот срок было 20 рабочих дней при одновременной подаче заявлений, потому что я считала, что подается 10 дней в государственную кадастровую учет и 10 дней в государственную регистрацию. Поговорим с вами сейчас о статье 26 закона 218-го, который предусматривает основания для приостановления государственной регистрации. Это, собственно говоря, и есть содержание большинства оснований предъявления заявлений к Росрегистру о признании действий незаконным. Сейчас я вам прощусь в самую норму пополам, чтобы вам с вами было удобно. Итак, нас, конечно, мы все с вами обсуждать не будем, вы все можете подсчитать статью. Я только скажу, что, конечно, по сравнению со 122-м законом этот перечень значительно увеличен. Законодателем сделано все для того, чтобы у государственного регистратора было минимум возможностей вправо-влево отступить, чтобы также сократить его какие-то слишком широкое толкование чего-либо или слишком узкое. Поэтому перечень, конечно, впечатляющий. Всего предусмотрено сегодня 55 оснований для приостановления. Это очень важно. Так, значит, любопытным является такое основание, как отсутствие подтверждения наличия в случаях, предусмотренных федеральным законом, согласия на совершение сделки, подлежащей государственной регистрации или являющейся основанием для регистрации права ограничения обременения третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или органа местного самоуправления, если с федерального закона следует, что такая сделка ничтожна. Итак, данный пункт... Я расскажу вообще о проблеме, которая и раньше существовала при 122-м законе и которая вот этим пунктом в том числе подчеркнута и высвечена. Значит, это пределы правовой экспертизы, которую проводит государственный регистратор. Как вы знаете, одним из этапов государственной регистрации при поступлении документов является вот правовая экспертиза. Согласно положениям закона из 122-го и 218-го это проверка законности сделок. Впоследствии, значит, было исключено, исключены нотариальные сделки. Ну, а значит, все остальные остались. Итак, что такое законность? Необходимо нам с вами соотнести понятие законности, о сваримости и ничтожности. Мы знаем с вами, что значит, недействительная, о сваримая сделка это сделка, недействительная по закону, признанная таковая судом, а ничтожная сделка это, соответственно, недействительная сделка без такового основания. Так вот, понятие законности, как противоречие закону, с моей точки зрения, является более широким понятием, чем понятие оспоримости и ничтожности. Итак, если раньше у нас, даже в случае, когда были сомнения в сделке, государственная регистрация приостанавливалась, в том числе по факту отсутствия согласия третьих лиц, большинство сделок, это, наверное, супруги, это согласие органов юридических лиц, либо учредителя юридического лица, либо лица, который указан в уставлен документом, может быть, то сегодня у нас с вами приостановить можно сделку, если она является ничтожной. То есть оспоримые сделки, а все у нас сделки без согласия супруга по семейному кодексу являются оспоримыми, сделки без согласия юридического лица также являются оспоримыми, при этом появилось, есть положение о том, что ничтожная сделка, противоречащая положение о порядке отчуждения имущества по законодательству о банкротстве. Тоже никто не знает, что это такое. Судебная практика, я не видела ни одного решения, которое бы признала сделку, совершенную в рамках банкротства, подчуждения имущества ничтожен. Они идут по закону о банкротстве как подозрительные, они идут как оспоримые все, хотя они действительно совершены с нарушением порядка предусмотренного закона о банкротстве. И я могу сказать, что, конечно, это положение в случаях, когда речь идет о банкротстве, Росреестром используется как ничтожность. Ну, потому что, хотя судебная практика не говорит нам об этом, никто не знает, что это такое, но положение в оконах есть. Поэтому мы рассмотрим подобные сделки как ничтожные. Если это согласие временного управляющего, значит, ну, соответственно, администрации временной. Почему еще есть вопрос с данным пунктом? Так как закон 218 предусматривает возможность, необходимость даже, внесения в реестр информации о том, что на момент совершения сделки согласие третьего лица отсутствовало. То есть, если к нам поступают документы о продаже совместной собственности без согласия супруга, то Росреестр обязан принять решение о регистрации, если документы соответствуют требования предъявляемым законам, и ввести запись о том, что согласие супруга на совершение сделки отсутствовало. Ни правила ведения Единого государственного реестра недвижимости, ни законной регистрации не предусматривают возможности снятия подобной отметки, как и не предусмотрено, вообще, ну, прямо точно предусмотрено, на мой взгляд, запрет при остановке, вот, при подобном поступлении заявлений. Но так как государственные регистраторы руководствуются четко законом, если нет положения, очень сложно убедить их в возможности, например, снятия подобной отметки, когда впоследствии лицо приносит такое согласие. То есть, регистрация производится, покупатель получает выписку с подобной отметкой, говорит, как так, мне потом продавать этот объект, и продается такое, действительно, иду я возьму, все сделаю, принесу, снимем. Ну, вот, порядка пока нет, не знаю, что это будут, разъяснения это будут, или еще что-то, но сегодня сложно пока с этим вопросом, поэтому принимаются решения о приостановлении, хотя они являются незаконными, на мой взгляд, но они принимаются в целях защиты прав заявителей. Почему? Потому что, если они отметку снять потом не могут, то, по крайней мере, нужно приостановить, сообщить им о том, что будет внесена подобная отметка, что если они не хотят такого, то пусть принесут согласие. Пока вот, это в таком виде. Простите, если я правильно понял, значит, можно провернуть запуск квартиры без согласия супруга? К сожалению, да. Сегодня закон 218 предусматривает вот такие действия государственные регистраторы. Что-то хорошо подумал, что бы написать такой, да? Безусловно, да. Прошу прощения, так сказать, в рейтинге, в рейтинге, отместка, что сделают большинство... Да, да. Это выписки о правах покупателя, например. Какой разметок? Особая отместка. А потом, если будет дальнейшая продажа, отместка? Да. То есть, да. Ну, у нас, да, она будет. М? Ну, вот, если принести в последние согласия, вот, регистраторы, как вы понимаете, вот, если бы я была регистратором, я бы сняла отметку. Но государственные регистраторы, они формалисты, в большинстве, с этим. И поэтому, когда нет нормы закона, они говорят, на основании чего я буду снимать, где написано, что я вообще могу снять эту отметку. Заявление есть, а действия такого регистрационного нет. Есть вот такое понятие регистрационные действия, регистрация права, перехода права, обременения, получения договора, внесение отметки. Есть такое регистрационное действие. Внесение отметки, отобрение регистрации к личному участию, действие регистрационное действие, арест есть. А вот снятия ареста здесь, понятно, а вот снятия вот этой отметки нет. И вот регистраторы, они нервничают и не хотят этого делать. И если кто-то откажется, когда он придет в суд, и сегодня государственные регистраторы являются лицом, которые несут персональную ответственность, которые, скорее всего, будут ходить в судебные заседания, потому что суд правит признать их явку обязательной, как должностных лиц. И более того, они будут внести ответственность за убытки, причиненные заявителем. Он будет здесь говорить с нас, с управления Росреестра, государственного органа, а государственный орган будет предъявлять в порядке регресса к причинителю. Это тоже положение закона. И Росреестр на этом сегодня настаивали. Неужели никому не пришло в голову, что если пойдет речь о сделке с какой-то очень дорогой недвижимостью, то супруг, не давший согласия, может просто исчезнуть с лица земли? И вопросов не возникнет. Прошу. Я принимаю ваш вопрос. На самом деле он достаточно спорный, потому что государственный регистратор все время сталкивается с тем, какое им законодательство применять. Законодательство на момент поступления документов на государственную регистрацию, либо законодательство на момент создания этого документа. Как вы знаете, положение гражданского кодекса, которое предусматривает, что договор и сделка должны соответствовать закону, действующему на момент их принятия, и он применяется в законе, действующий на тот момент, лишь к правам и обязанностям, которые возникают после, применяется закон, действующий после. Значит, позиция такова, что, я думаю, в вашем случае, будет принято решение о том, что будет внесена подобная отметка. Что согласия не представлена, потому что представленная согласия не соответствует требованиям. Я думаю, что так. Это позиция моя, которую я сейчас озвучила, она связана, во-первых, с общим таким посылом «Лучше перевдеть», который есть у государственных регистраторов, и это, наверное, правильно. Вот. И вот так вот. Спасибо. 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 Конечно, безусловно. Ну вот я думаю, что в этой ситуации есть такие случаи, и это связано с общей проблемой оспаривания действий государственных органов в рамках иск об убытках. То есть мы все знаем, что действия государственных органов оспариваются в рамках ГБК и ПК. По ГБК у нас с вами публичное производство. Публичное производство есть 3 месяца, есть время доказывания на органе государственной власти, и при этом у нас есть пленум, который пишет, что если лицу были причины убытки действий государственного органа, и эти действия не были оспорены, тем не менее лицо вправе в рамках иск об убытках доказывать незаконность действий и взыскать эти убытки. То есть вот эта вот форма публичного процесса, она как бы зачеркнута, и вот таким образом можно это обойти. Единственное, как я себе представляю, в рамках этого процесса об исках об убытках не будет ни бремени доказывания на государственном органе, ну понятно 3 месяца, какие 3 месяца, каких 3 месяцев. Вот. Но здесь я думаю, что суды тоже не пойдут, ну не так будет это просто. То есть нужна будет, как мы с вами, помимо факта причинения вреда, последствий, прямая причина-следственная связь. И вот основная проблема всех исков и убытков – это прямая причина-следственная связь. Будет ли она установлена? Не факт. А я понимаю, что в эпоху на этой неделе достаточно, что потенциально покупателям практически нечисленную консенсацию пока не будет так консенсация в отличие. То есть ли вы оставаться, потому что там, может там, лучшее судьбу, которое не было права? Да, я вам скажу, Росреестр скажет, что вам убытки причинения не потому, что Росреестр отметку не снял, потому что покупатель отказался, ну как бы, вообще убытков нет, но отказался покупать. Но в этом нет. А ты причинишь, что у нас один Росреестрователь не уничтожил? Которому он уничтожил? Росреестр скажет. Согласия не было на уме. А в чем видно Росреестр? Да. Не будет. Значит, еще немного, да, на стыке, может быть, функций Росреестра. И есть такое, появилось основание для представления, раньше его не было. Это несоответствие виду разрешенного использования земельного участка, объекта ненужимости, который размещен на этом земельном участке, и права, на которые заявлены к регистрации. Значит, с чем-то связан. Как вы знаете, Росреестр также осуществляет надзор за использованием земельных участков. То есть, привлекает к административной ответственности, значит, по статье 8.8.8.1 Кодекс об административных правонарушениях за самовольные занятия и землетелевой использования. Так вот, как землетелевой использование земельного участка, это использование не в соответствии с категорией земель, либо и видом разрешенного использования земельного участка. Так вот, по видам разрешенного использования земельного участка, как вы знаете, они устанавливаются в рамках градостроительного законодательства в Санкт-Петербурге, устанавливаются правила землепользования застройки, у всех остальных субъектов тоже, но где не принято, устанавливаются главой местной администрации. Там, где есть правила землепользования застройки, вы знаете, что есть наш город поделен на зоны территориальные, в каждой территориальной зоне есть свой перечень видов разрешенного использования. Поэтому земельный участок, который находится в определенной зоне, на нем можно осуществлять деятельность в соответствии с порядком до 20 видов разрешенного использования. При этом в государственном кадастре недвижимости есть один вид видов разрешенного использования, так предусмотрено было раньше, а сегодня прямо указано, что может быть несколько видов разрешенного использования. Так вот, зачастую Росрегестр привлекал к ответственности за нарушение порядка использования земельных участков и указывал, что земельный участок используется не в соответствии с видом разрешенного использования, внесенным в кадастр сведений. И заявители в суде говорили, и судьи говорили на Росрегистру, а почему Росрегистру вы зарегистрировали лицу право собственности, вот там, например, на жилой дом, а там предусмотрено, конечно, животноводство на этом участке? Почему вы зарегистрировали? И Росрегистру нечего было сказать, ну вот зарегистрировали, потому что вот не связано. К административной ответственности привлечь можем. Я обнаружил еще не тогда, когда регистрировали, а вот только сейчас. Ну вот и положение вот этого основания для приостановления, оно связано в том числе и с этим, что сегодня такая ситуация будет исключена. Поэтому, если вы строите, например, на земельном участке, для которого установлен вид разрешенного использования животноводства, при этом для данной зоны, возможно, в том числе, да, малоэтажное жилое строительство, то необходимо внести изменение вид разрешенного использования до того, как вы пойдете регистрировать права на свой дом, иначе вы получите решение о приостановлении, но если не справите, то решение пока. Вопрос в том, что если дом администрация разрешила построить на том участке земли, который даже личного строительства не предназначен, дом построен, вы не регистрируете землю, а выход? Внести изменения в виды разрешенного использования, содержащиеся в кадастровых средствах. Так это не от человека зависит? Нет, это от человека зависит, потому что виды разрешенного использования предусмотрены для каждой территориальной территории. Так это надо, чтобы администрация изъяла этот участок из той категории земель, к которой он относился. Это да, но здесь другая ситуация. Есть как бы категория земель, а есть какие-то разрешенного использования. Категория земель, она устанавливается тоже, все с ней хорошо, и то, что участок строения соответствует категории земель, это вообще не обсуждается. Администрация просто не даст этого решения, если строительство не соответствует категории земли. Ну, даже если она даст, и при этом строение не соответствует категории земли, то следует обратиться с заявлением о вызаменении категории земли. И то, что это сложно, трудно и прочее, да, это известно, но без этого регистрации быть не может. разница. Это очень важно, и вообще за категориями земель встаблено договор. Все веселей радосты�那 extent. Да, там как бы именно, виды разрешенного использования, это вообще категория как равностроительного законодательства. Категория земель это земельное законодательство, он вид разрешенного использования как правильно строительные законодательства. ? Понимаете, То есть то, что должно соответствовать категории земель, это безусловно. И чаще соответствует. Мы-то сталкиваемся ежеминутно, массово, именно с видами разрешенного использования. Потому что лица говорят, отстань от нас Росреестры, потому что эти виды разрешенного использования, он же есть в ПЗЗ. Росреестр говорит, нет, в ПЗЗ он есть, но ты внеси извинения в кадастр. Как бы для порядка, понимаете, чтобы любое лицо, получив виписку, могло видеть, а вот этот участок используется вот для этого. То есть разрешенные виды, да, в порядке? Да, именно, и несколько сегодня можно внести. Я вам объясню, с чем еще это связано, потому что налоговые последствия есть. То есть для видов разрешенного использования, как считается земельный налог, он считается от видов разрешенного использования, в том числе. А это мы? И в том числе? Мы? Сегодня мы раньше кадастров меняла. Просто уведомительный порядок изменения в виде разрешенного использования, если он в рамках территориальной зоны, в пределах которой расположен земельный участник. А можно нет? Да, да, сегодня можно. Сегодня прямо законно предусмотрено. ПДЗ открываете, смотрите, в какой территориальной зоне относится участок, или в публичной кадастровой карте вы всегда можете посмотреть. Сегодня вы попите на Тргиз, в Полинобласти это публичная кадастровая карта, можно посмотреть, в какой территориальной зоне, то есть земельный участок. Может, Паша, в договоре, в первую очередь, вы меняете арендацию, но вы можете перезать? Да. И более того, я думаю, что арендатор, которого есть менее, который менее пяти лет, как бы, ну, этот вопрос возникал в связи с тем, что Росрелест уже привлекает землепользователя к ответственности, и вот этот землепользователь, это зачастую, может быть, арендатор менее пяти лет, говорит, что, а как же так, я вот никак не могу. И здесь какая позиция? Такая, что либо ты подай заявление, пусть тебе откажут, у тебя не будет вины, в случае, если к тебе придет проверяющий орган. Вот и все. То есть такая превенция. Какое решение будет? Я-то думаю, что на основании землепользователя надо вносить однозначно. Он же использует. Ну, сегодня у него животноводство, завтра птицеводство. И что? Я не понимаю, что с удовольствием не используются. Не поняла? Ну, сейчас они не вносим, да? Да, да, да. Да, это не многое, что-то вносим. Ну, и тем более, долго нужно, да. В принципе, мне кажется, они внесут. Или вы внесете. Главное, подойти заявление. Я-то думаю, что будет приниматься решение о внесении. То есть я не думаю, что будут отказываться. Да. А, знаете, что он расскажет, что он расскажет, что он выходит в отношении внешности зрения, если какая-то это, да, внешность зрения, и на них, как-то, Кто, у вас сейчас? Ум. Глава местной администрации установлен. То есть если у вас участок расположен, в рамках территории, на которой распространяется действие по ЗУЗе? Не распространяется. то глава местной администрации вам присваивает вид превышенного использования территорий, которые не распространяются ПЗЗ, либо не приняты ПЗЗ, устанавливается главой местной администрации. Я не очень понимаю, потому что градостроительный регламент, а одной из его составляющих является ПЗЗ, каким образом может быть такое, что ПЗЗ распространяется, а градостроительный регламент нет? Это либо какой-то сбой, либо если ПЗЗ есть, то у вас по идее, ну хорошо, ПЗЗ распространяются, значит смотрите ПЗЗ. Какое у вас основание им не руководствоваться? Итак, значит вот еще по поводу оснований для приостановления, конечно, эта цель, которую преследовал законодатель в виде невозможности отступления права влево от того, что он придумал, она, конечно, печально сказалась на вообще логике построения этих оснований. Мы вот с вами сейчас обсудили согласие третьего лица. При этом есть пункт сороковой отдельно. При продаже доли права собственности лицу, не являющемуся сособственником. То есть, да, хотя тоже согласие третьего лица, по сути. Ну, в общем, это основание для приостановления. Очень спорное, если мы с вами, да, по оспоримым сделкам супругов, нам закон говорит, что если сделка вот такая оспоримая, то регистрируйте, даже не приостанавливайте. То по сделкам с отчуждением доли со собственником, он говорит, нет, приостанавливайте, отказывайте. Хотя здесь вообще способ защиты права лица, как вы помните, иска переводим из себя прав и обязанностей покупателя. То есть вообще подаешь иск, ты в реестр, а потом тебя на основании судебного решения такого вносят. Вносишь спокойно деньги в депозит. Кому нужны эти уведомления со собственным покупателем? В общем, не понимаю. Я не понимаю. Пожалуйста, вот тут, например, решение поездки, и будет сроковая, если не входит в депозит. Угу. Покупаем. Угу. А сособственник банкротства. Сособственник банкротства. Сособственник банкротства. Да. Какой сособственник? А, а ты не встань на урок. А, я поняла. Да, то есть деньги в депозит не были вне семьи, он банкрот, и есть ископереводник. Печальная история. А, я поняла, что ты говоришь, ты на уроке двух. Ой. Вот, вот, вот. Ну, что вам сказать? Ну, последствия формально, на основании этого судебного решения, при вступлении его в силу, будет внести на запись на нового собственника, который банкрот, без заплаты денег. Да, с другой стороны, я думаю, что нужно, ну, просто понимаете, конечно, вы потом подаете иск о расторжении договора, потому что деньги не получили. Но это все будет, если в банкротстве. А, вы же придете, как обычный кредитор. То есть, вот это вот вам не поможет, не очень-то. И, как бы, плохая ситуация. Оспаривать. Да, и в очереди. Да, сроки. По поводу сроков банкротства и решений судов, конечно, непросто. Это связано с сменой залога держателя в банкротстве. Потому что, конечно, любимое занятие кредиторов, которые, значит, одолжили банкроту денег, это начинать уступать свои права. И чем их больше, этих уступок, почему-то они считают, тем будет, я не знаю, что. Но они, в общем, уступают в безумном количестве, не производя смены залога держателя в реестре. Потом последний почему-то уверен, что на него сразу зафигнистрируют, ему Росреест отказывает, и он установит сообщение залога в банкротном деле. Потому что, если говорить, что Росреест виноват. Ну, это ужасно. Еще раз, Кроме, пожалуйста. Если вы говорите, что это не вреда движенного строительства, да, то это будет... Что с ним? Если вы говорите, что это не вреда движенного строительства, да, то это будет... Нет, 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 нет. Это территориальный принцип действует. То есть, да, по земле Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербурге меняется. По какой-то еще там, да. Значит, еще по долям, как вас уже заговорили, отмечу, что если ваши клиенты покупают последнюю долю в объекте, то вам нужно одновременно с этим понадобить заявление на объединение долей, если он хочет этого объединения долей. Потому что существует техническая проблема, связанная с невозможностью внесения изменений, объединения доли путем внесения изменений. Хотя заявление подается на внесение изменений, и пошлина оплачивается на внесение изменений. А технически это сделать невозможно. Поэтому государственные регистраторы, так как брать на себя ответственность не хотят за то, чтобы там шуршать в бане, типа, так, будто бы это все равно внесение изменений. На самом деле это государственная регистрация перехода, без пошлины. Вот, они требуют пошлину за регистрацию перехода и заявления. Поэтому если последнюю долю покупаете, хотите объединить, то сразу подавайте заявление, никаких проблем. Это на самом деле пробел закона, потому что он урегулировал вот этот момент, урегулировал момент, когда там не покупают не все доли, а вот когда ты купил, но сразу не объединил, нет. Это не надо, он может не подавать, у него тогда будет по одной-второй. Выписки так и будут выдаваться. В порядке была сроквартира? Да, чтобы он просто собственных объектов одновременно подавать. При этом отмечу, что когда происходит регистрация порядка наследования по различным основаниям, то это два перехода права, это две государственные пошлины на регистрацию перехода права. То есть, если жена является наследником по завещанию в рамках обязательной доли, то это правил будут поменты. А вот, например, не менее, как это дает, да, право, что здесь есть, там нет, нет, без пошлины подается. Да. Да. Угу. Угу. Уголовная доля, наверное, она не может быть врачом. А где книжные, Scientists, а где книжные, д stam呀? Здесь речь идет обо всех системах с долями, да, право, собственностью. Считается, да? Да, ну, безобразные писали. Ну, вот что делать. То есть у Halo, я считаю, что все? Все сделки, да. А это земель на доля? Да, да. Нет, это земельная доля, это только сельскохозяйственная, исключительно, да. Да, да, да. По поводу этого положения, на самом деле, больше всего, вот лично, мое возмущение, связанное с тем, что в случае, если три лица являются со собственниками, например, у каждого по одной третьей доли, как вы, я не знаю, вот меня так учили, что если они все поступают множественностью лиц на лице продавца и предметом является квартира, то предмет это квартира, я становлюсь собственником квартиры. И для меня это вот не сделка по отчуждению долей, что они продают квартиру множественностью лиц на лице продавца. Но ничего подобного, для в том числе 218 закона нет. Там написано, да, в том числе и отчуждение всех долей. В общем, подобная ситуация, сейчас это говорю, подобная ситуация, рассматривается все равно как сделка с долями, и это требует от реального удостоверения. Это просто кошмар, это невероятно, потому что... ...помогите, это на счетах от рейдерских цифров, то есть от мошенничества с квартирами. Если в этой квартире у одного собственника пять долей, то у вас она смотрится как пять человек. Это правильно. А если захотите, я вам подумаю. Хорошо, давайте я, значит, договорю. С чем-то связано для меня, вот если лицо продает, как бы, есть три продавца, который продает по одной трети мне, то есть у меня три договора, на самом деле, пусть это в одном документе, но у меня три договора, предметом каждого является одна третья с конкретным лицом, и вот я это покупаю. Если у меня завтра один откажется, у меня второй скажет, нет, ну ты покупай. Я говорю, да нет, мне не надо, ты третий. Нет, он говорит, ты покупай, он меня обязать по суду может. Это я должна прописать, что это целевой договор. Я как с квартирами никто ни за что не отвечает. Кроме собственного нового, который покупает. Который за все это чествует. Нет, он теряет деньги. Если он неправильно все это сделает и не найдет этого самого реалка, который говорит, а мы всегда так делаем, то он так и будет, как вы говорите. Мы всегда так делали, это вообще ВИЧ просто. Да. В сегодняшнее время, мы только увидим, как вы знаете. В регистрационной службе тоже есть. Секундочку, давайте по очереди, вы перебиваете. Ваши. 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 Представляете, да? Представляете? Изобрать. Я только не могу сказать, что вы были квартиры. Вы хотите здесь. Сейчас вторая доля мне переходит в талетский ответ. Я не именно объединяю. Как технически будут выписки и ГРН, запись выделить, а мы выбрали собственные на весь объект. Два основания. А то есть там будет, что один объект? Да. И отличить? Собственность. Квартира, основание. Там договор купли-продажи. И свитерс направит в собственное наследство. Так а если я не видела объект, то как же это будет? Да, у вас будет квартира. Объект. Квартира. Расположена по адресу. У подавства номер такой. Основание. Два основания. Оба. Ну из каждой долики основания они будут следовать. То есть квартира вся ваша, только по двум основаниям? А? Нет. Нет. Да. 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 Там как написано? Сделки по отчуждению. Да. Да. Там как написано? Сделки по отчуждению. Да. Значит, немножко по поводу государственного кадастрового учёта ещё новым видением является то, что закон предусмотрел возможность оспаривания решения о приостановлении государственного кадастрового учёта в административном порядке. Более того, в суд вы можете перейти только после того, как вы выполнили административный порядок. Это у нас с вами приказ номер ст. 93 от 30 марта 2016 года Минэкономразвития об операционной комиссии. Эта операционная комиссия создаётся в Росреестре, состоит из трёх представителей Росреестров, из трёх представителей СРО кадастровых инженеров. Соответственно, в ней рассматривается решение о приостановлении, рассматривается решение о приостановлении, и она может принять решение в пользу заявителя без труда. Вот такая вот комиссия. Нет, это только решение о приостановлении. Только. Если отказ, то всё, в суд идёт. Да, ну потому что это... Приказ номер 193 от 30 марта 2016 года. Это приказ Минэкономразвития. От 30 марта 2016 года. Минэкономразвития. А какой порядок? В течение одного месяца вы в право обратиться с момента приостановления. Значит, участвует там, может обратиться либо заявитель, либо кадастровый инженер, либо организация, в которой работает кадастровый инженер. В рамках рассмотрения этого вопроса может быть запрошено заключение СРО, ну, саморегулированной организацией. Небезвозмездно дают такие заключения. Ну и, соответственно, может быть принято решение либо отклонить жалобу нет доказательств необходимых, отказать вообще удовлетворение, либо удовлетворить. Это в апелляционной комиссии. Подается куда? Подается в саму апелляционную комиссию. Это у нас. Это подается? Нет, нет. Это подается как жалобу. Вы подаете на налоговую. Налоговую человек написал это. Так. То есть решение комиссии для вашей новой суммы и оформления налогов? Да, да. Это важно на самом деле, потому что суд просто будет отказываться, если соблюдение вот этого порядка. Нет, это подается как жалоба. То есть вот вы пишете в Росреест. Письмо почтой отправляете на красного текстильщика, да. И все. То есть это как вы жалуетесь, когда вам там что-то плохо сделали. И подаете. Просто МКЦ оно же по объекту принимает. Здесь вы как будете по объекту-то подрывать. То есть. То есть. То есть. То есть. То есть. то есть. То есть, что это не должно быть в порядке. То есть. То есть. То есть. Не глянем. Так. Значит, ну, еще вот это предусмотрено регулирование этой деятельности операционной комиссии. Порядок в законе о кадастровой деятельности. Это статья 26.1. Ну, закон о кадастровой деятельности и приказ, который назвала. Это приказ, в законе кадастрового учета? Да, только принятие решений о приостановлении кадастрового учета. Только приостановлении, только учета. Значит, какой же вопрос хочу отметить, связанный вот тоже с тем, какой закон мы будем применять. Закон действующий или закон с новодным составлением документов. Касается договора участия в дольвом строительстве. Я не знаю, насколько вам это актуально как в профессиональной деятельности, может быть, больше актуально как в личной. Значит, в 214 законе были внесены изменения о том, что сегодня к договору нового участия в строительстве прикладывается флан объекта. Это первое. Потом к акту приема передачи первое объем оказывается дата передачи. И к нему прикладывается инструкция по эксплуатации объекта. И вот это у нас 1 января 2017. Значит, если с актами приема передачи, я считаю, что вопросов не должно возникать, потому что акты приема передачи, они в данных договорах, да, которые были заключены до 1 января 2017, то акты приема передачи, которые по таким договорам, инструкции вроде как будто не должны прикладываться. Ну, потому что закон действовал вот тот тогда. И как бы все в рамках одних тех прав и обязанностей. Тогда же обязанность вы не было передать такого-то числа. Относило. А вот по планам объекта, которые прикладываются к договорам даревого участия в строительстве, то в связи с тем, что, как Вы понимаете, договор даревого участия подличностарственная регистрация, сделки, equation in consider 4id, вee, заключены в нем dash курска в festала. То момент заключения сделки он сегодня будет. И в этом смысле, даже договор даревого участия в строительстве подписанное до 1 января 2017, он должен соответствовать на момент регистрации требованиям. Ну вот так сформулирован закон. На мой взгляд, раньше всегда плаковалось это про момент подписания, вот по сделкам, которые раньше поджал в государственной регистрации, сделки об учреждении жилого помещения. Там тоже было с момента заключения договора. Так момент заключения этого договора он же в момент регистрации был. Если он подлежит регистрации, то в момент регистрации. Это когда обходят? Сейчас нет, но сделки заключенные до 1 марта 2013 регистрируются. Эх, заключенные. Так это не заключенные подписанные, получается? Да, вот это не одно и то же. Потому что заключенные, которые подлежат государственной регистрации, они заключены с момента государственной регистрации. Во закон, ну что было трудно написать? Подписанные. Нет, сейчас они регистрируются. Сейчас уже эта проблема просто несколько отошла и касается только старых документов. Но там тоже свои нюансы. Итак, сегодня государственный кадастровый учет или государственная регистрация могут быть приостановлены не более чем на 6 месяцев однократно на основании заявления лиц, отдавших документов. При этом документ заявления о приостановлении должно быть подано двумя сторонами. И в год у нас есть 6 месяцев. По решению государственного регистратора регистрация может быть приостановлены на срок не более чем 3 месяца. Итого у нас с вами 9 месяцев. Для того чтобы... После этого еще мы уже нашли? Да. Именно. Всего 9. Изменения цены. Кто при этом будет учитываться? Стороны. Несутриски. Если вы сделаете месячный срок, который регистратор остановил, не нужно это время встанет? Нет. Это прощение государственного регистратора. То есть это связано с недостатком каких-то подных документов или чем-то таким. Межведовственным запросом может быть. То есть вот на межведовственные запросы он поступил, ответ регистратора на 3 месяца приостановил. Раньше как? Раньше он приостановил для того чтобы направить межведовственный запрос. Раньше так было. А сегодня он направляет межведовственный запрос и ждет ответа. То есть он приостановил, чтобы ответ получил. И тогда как бы вот прошел срок регистрации, в последний день он, например, делает этот запрос. Приостанавливает на 3 месяца и ответ может не поступить за этот срок. А при непоступлении ответ отказ. Поэтому имеет смысл сторона как бы приостановить по собственному заявлению. Надо понимать куда запрос отправлен. Если он отправлен в ФНС в Магадан по юрлицу по очереденным документам, наверное, имеет смысл приостановить. Да. Мне просто повторить. В Москве, если положено в лет 5-6, там может по разным гражданам обращались. Может быть 10 лет назад, 20 лет назад. Значит, по Москве доля перешла, там положено от отца, дочке. Вот. И все было тогда в ТВР зарегистрировано как бы. Что это одна треть перешла, там, к сыну. И другая одна треть осталась вновь. Ну, по соглашению с короной, когда это было. Надо ли сейчас это объединять или нет? Вот. Вот. Вот эти доли. Закрыть заявление. Я только об этом не хочу спросить. Потому что это было, по-моему, лет 20-10 прямо назад, когда закона настоящего не было. Я поняла. Ваш вопрос, на самом деле, он сводится к тому, к порядку регистрации ранее возникших прав. Да, да, да. Да. Итак, значит, по ранее возникшим правам у нас такая история, что если права возникли до введения в действие закона о государственной регистрации, то они считаются действительными. Но для совершения сделки сегодня с этими правами они должны быть зарегистрированы по единому государственному реестру недвижимости. Да, это тоже было регистрировано в ГБР в то время. Я вас объясняю еще раз. В ГБР в то время это одно. В ЕГР сегодня это другое. Так вот, чтобы сегодня сделку с этими правами совершать, лицу необходимо ту регистрацию ГБР перенести к нему, зарегистрировать в действующем сегодня регистре. И для этого у него есть две возможности. Первое, это сделать это просто по желанию вот сегодня, не потому что он сегодня продает, дарит или там в аренду сдает, а просто для того, чтобы получить выписку из ЕГР, что он собственник конкретного объекта. Он платит тысячу рублей государственной пошлины, берет свое соглашение о распределении долей между наследниками, или что там у него есть, вот этот старый договор, который был когда-то в ГБР регистрирован, и все с ним нормально. Он его заявление при условии уплаты пошлины подает в МФЦ и Росрегистр осуществляет государственную регистрацию. На какой вопрос? До этого положим, если запрашивание выписка из ЕГР, то в ГБР область это единая выписка на те доли, которые соответствовали, когда в ГБР регистрируют. Вот на управляющий момент, надо это опять или нет? Это непонятно совершенно. Еще раз объясняю. Смотрите, бывают ситуации такие, что в выписке, которую вы сегодня получаете на объект, выдается запись о правах тех старых. Такая ситуация у вас? Ну да? А может, посмотрите, это непонятно. А помню, вообще, документы на характере имеются. Вот имеются документы на характере. Значит, по одной трите, по одной трите, на каждом было. Вернее, тогда еще была совместная собственность. Итак, после смерти отца, после смерти отца, значит, между сыном и внуком уже было сделано соглашение в нотариале. И уже, значит, одна треть отца перешла еще к этому сыну. И получается, что две третьих владелец сын, а одна треть осталась в нотариале. Вот. И все это было зарегистрировано. В ДБ. В ДБ тогда и все. И выдавалась справка, выписка из единого государства, в государственного реестра, что, значит, один собственный вот этот две трети, а другой собственный одной трети. И я хочу спросить, в этой ситуации, это что, опять надо перерегистрировать? Я хочу спросить, что, я хочу спросить, что дата регистрации до 31 января 1498 года, если у вас зарегистрировано было право в едином реестре то ничего не нужно больше это про объединение долей просто по закону то есть если он хочет сегодня объединить эти доли если хочет а если хочет то не подойдет все нормально у него будет по 1 5 5 штук так и будут переходить до пока кто-нибудь не захочет это пожелание не надо захочет просто люди не любят когда у них падает 5 штук первый вариант действий это если вы например обратились по федеральную налоговую службу которая по 32 стаке 218 закона обязаны направлять в орган государства регистрации сведений об изменении наименований это бездействие у вас есть возможность обжаловать это бездействие у вас есть возможность обжаловать так 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 если я буду на обжаловании здесь то у меня это среди 2 года вы праве сами представить документы Да, я объяснила же это. То, что налоговая не предоставляет, Росреестр как бы заставить налоговую ступить ее палкой не может. У нас нет такой палки, к сожалению. Мы бы с удовольствием. Они не то что отказывают, они заявитель к ним обращается и говорит, направь, вот у меня был Ромашка, стал, не знаю, Лютик, направь в Росреестр. Они пишут, а мы не обязаны. Он им статью приводит, закона 218, где написано, направляет, обязаны направить. Они пишут, мы не обязаны. А Росреестру что в этой ситуации делать? Я вам скажу, потому что юридическое лицо такое должно пошлину заплатить за внесение изменений, если он там идет. Хотя по международному запросу налоговая должна. Так вот, действия налоговой бездействия обжалуются и взыскиваются убытки в размере государственной пошлины, оплаченной им самим за внесение изменений. Вот, прежде всего, скажем. Следующий вопрос. И сказав, что в разницу на эти деньги мы дали справку и сказку. А у нас, конечно, у нас есть, там, говорят, что я не стою в учебе, а потом стою в учебе, а потом стою в учебе, а потом, чтобы в учебе не учиться. Как-то не ситуация. Ну, мы и так, рассказываем, когда в другую номеру, мы два раз, там мы... Которых вообще, вообще данные не пришли? Не отгасли ничего? Да, мы пришли, да, даже информативное изучение. А публичная кадастровая карта вам какую информацию дает? Публичная кадастровая карта дает просто... Ну, есть такой объект, это кадастровый учебник? Да, но мы не можем узнать ответ на кадастровый домик, потому что мы можем, если нам было вложение на наши данные. Почему вы можете использовать правду? Мы не показываем на прошлый раз, какой-то разный домик. Или вы думаете, что это возможно? Знаете, сложная на самом деле ситуация, я не могу прокомментировать, с чем нас связано. Может, это технический какой-то сбой. Как такое возможно? Просто получаете, значит, возможно... По заявлению администрации. По заявлению администрации. По-моему, в Гражданском кодексе по мне. Если вас интересуют по безхозяйным объектам, то проблем нет. В Питере ставятся такие объекты на учет. И как бы, вы говорите, нет... Ну, да, у нас это... Ну, вот насчет да, да. Если вам районное откажет, значит, обращайтесь в Кио. Я просто не уверена, что по полномочиям... В Питере это делает районная администрация. Я думаю, почему что это делает Кио в Питере. Я сейчас не помню. Врать не буду. Ну, вот я говорю. Поэтому Кио делает. А я не пойму, вы... Да, вот про безхозные это ведь будет городским потом. Я не понимаю, да. В Питере, в Питере, в Питере, в Питере, в Питере, есть элемент, который в Питере может быть в Питере на северные объекты. Какие у него границы, если вы приехали в Питере на северные объекты? Можете привести положение, чтобы я прочитала. Я просто не понимаю, о чем вы говорите в таком контексте. Снять вайл? Да, давайте. Скажите, пожалуйста, у нас есть ли вы в Питере на северные объекты? Нет, пожалуй, нет. У нас северных объекты? Нет, так про налоговые я говорю. В смысле, просто про налоговые. Потому что у нас вопросы много сейчас связаны. Завители обращаются, жалоби пишут, на приемы ходят. Чтобы вы просто знали и могли подсказать. Да. Да. Пожалуйста, вот это такая. Одна, которая, в первую очередь, в том числе, в том числе, в том числе, в ПТИ. Тысяча рублей. Конечно, это регистрация ранее. Да, это справка в ПТИ, она вам понадобится для того, чтобы Росреестр произвел регистрацию ранее возникшему праву. Это касается вот таких сделок, сделок с приватизацией. Раньше, как сделки по приватизации жилых помещений, они подлежали регистрации в ПТИ районы, это что-то такое. В книге ПИП. Вот, в книге ПИП. Да. Подлежали регистрации. Так вот, Росреестр при поступлении таких договоров до регистрации ранее возникшего права, он делает запрос в администрацию, чтобы получить выписку из книги ПИП, был ли такой договор зарегистрирован. И только до получения ответа производит регистрацию ранее возникшего права. То есть, да, вы можете обратить заявление, вы можете... Да, о регистрации ранее возникшего права. Так и называется заявление. Пошли на тысячу рублей специально. Я поняла. Вам нотариус не выдаст с митерства права собственности? А как-нибудь и есть? Да. И здесь возникнет вопрос о том, кто с заявлением-то пойдет. Лучше бы наследодатель успел. Ну, значит, кто и над ним обвекает? Да. Скажите, а вы про упрощенку что-то дальше будем говорить? Про что? Я упрощенку. Про счет, хотя бы, я упрощенку права на северный взгляд. На змею час? Да, может, сохраниться. Перекочевала статья у нас. Ага. Да, да. Да, да. Давайте поперем. Как вы, если вы не говорите, вы не говорите, вы не слушаете. Вопрос такой. Давайте вопрос сразу. Да. Есть право-станущественные законодательства, ведущих правовладательств, договоров, и 12 переходов, но не подтвержденных документами. Это мы узнали из медитарского дела, что было 12 переходов прав, в том числе, так и судебные решения. На землю. На землю. Вы знаете, все осталось так, как было по этой статье. То есть там, если... Да, да. Нужно цепочку собрать в оригиналах или в материале заведения. Именно по земле. Да. То есть там по дому можно... Документ, подтверждающий права права предшественника, то здесь вам нужно, да, цепочку. Иначе никак. Хорошо. А по земле еще можно? Да, конечно. Смотрите, до 1 января есть измеренный участок для оборудования, и про оборудования еще и земельный участок, значит, площадь, допустим, ну, стоит... Я сейчас пойду и повторю вопрос. Правовладатель, измеренный участок, площадь, допустим, там, 1100 квадратных метров, по свидетельству здесь, да, стоит на кадастровом учете. Пошли, отмежевали, зарегистрировали свидетельство, сначала у вас, в Росрелке, да, вот 1100. Отмежевали, больше, чем на минимальный размер, подтвержденный по ПДЗ. Кады-то прошли, в кадастровом учете, соответственно, пришли в Росрелекцию. С 1 января что-то поменялось, у нас регистрировали права, прибавляли эту площадь. То есть, по сути дела, права, конечно, документа нет, но предъявляя две выписки с ПДЗ, мы регистрировали площадь, допустим, ну, 1500, да, потому что прибавляли. 599 мы могли, у нас по области, по 600 квадратных метров, минималу, там уже на линии в районе, если там решение, соответственно, поэтому, как бы, вот сейчас есть изменения, у меня ни одного дела, нет изменений, то есть, это остается, получается, мы пройдя, одновременно мы получаем внесение изменений, когда социальные, вот это изменение, и одновременно изменение в реех. Смотрите, у вас, если площадь изменилась более чем на предельном, предельно возможной, в рамках уточнения, не более чем, не более чем, тогда нет никаких проблем. регистрация. Да, да. Если больше, приостановка и отказ, да, прямо как. Вот я, да, сказала об этом в самом начале, о том, что ни одного такого машиноместа зарегистрировано не было. Почему? По-видимому, это связано со сложностями, видимо, работы с кадастровыми инженерами, потому что я, например, слышала, что возникает вопрос о том, каким образом кадастрить подобные машиноместа, так как границы их нарисованы краской. Сегодня не так нарисованы, а завтра там еще плюс 20 сантиметров прихватил у соседа. А у кого мотоцикл, и у кого там еще семейные машиноместа. И вот непонятно, потому что, когда застройщик это будет делать в рамках там, что застройщик нарисовал, как нарисовал, вот и бог-то с ним, вот он все поделил, ему вроде как не ради кого стараться. А вот когда дольки, пока нет. Ни одного машиноместа в полной на сегодняшний день вот. Нет, есть 315-й федеральный закон, который раскатывает таким образом, что просто собственник дольки в нежилом помещении вправит произвести кадастровый учет в машиноместа, поставит его на кадастровый учет согласие всех сособственников. А кадастровые работы, как вы понимаете, это кадастровый инженеров, которые вообще осуществляют индивидуальную подпроцепку деятельности. Вот что они там делают? Они по ИРКОС, за законом о кадастровой деятельности и правилами осуществления учета кадастрового. И вот там есть проблемы с границами. И никак это пока не разъяснено, и непонятно. Да, 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 да. И еще об этом везде. Скажите, об этом в руле машиноместа там соглашение требуется, если нет, согласно с техническими собственниками. Выхлама соглашения о том, что с техническими собственниками показалось, что я подъявляю и не теряю. не теряю. В основном в руле машиноместа есть. Произвольные. Я считаю, что можно применить это к вашим местам, но теоретически возможно такое. Почему нет? Если этим такое, то почему здесь по-другому? Это же глупо. Есть аналогия законов, гражданского законодательства. Может быть, и вам. Коллеги, давайте, я думаю, приостановимся с вопросами, дадим возможность Дарье Николаевне рассказать самое хотя бы интересное из того, что у нее есть, еще у вас будет время ее помочь с вопросами. Потому что иначе упустим кое-что важное. Да, давайте. Значит так. Мы с вами остановились на приостановлении государственной регистрации. Какой здесь есть интересный пункт? Пункт 4, часть 4, статьи 30, здесь у нас по закону указано, что государственная регистрация осуществляется приостановление прав, связанных с отчуждением или обременением жилого помещения, если жилое помещение приобретается с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, допускается только на основании совместного заявления сторон и документа, подтверждающего согласие на это кредитора-займодавца. То есть, если у нас по общему правилу, у нас приостановление по заявлению двух сторон, то здесь у нас появляется согласие кредитора на приостановку государственной регистрации. В данном случае, даже если перед нами будет нотариальная сделка, у которых законность не проверяется, тем не менее нотариум должен будет принести согласие с займодавцем для того, чтобы приостановить такую государственную регистрацию. То есть, по нотариальным сделкам нотариум тоже может обратиться, а здесь вот есть такой момент. Так. Да. Для приостановления нужно согласие банка. А, для ответа. Да. Да, мы сейчас с вами оказываем только приостановление. Значит, возврат заявлений в государственную регистрацию осуществляется только под заявлением двух сторон, это пункт 41 ст. 26. При этом, если пристав подает документ на государственную регистрацию, то возврат может быть осуществлен по заявлению пристава, либо по заявлению суда, если их представляет суд. Значит, по поводу, кстати, межведомственного взаимодействия. Если был нарушен срок предоставления сведений, то установлена административная ответственность за это для всех, кроме суда. Другой вопрос орган, который привлекает, сегодня он не зафиксирован в кодексе в административных правонарушениях, поэтому я думаю, что обращаться еще надо в прокуратуру, девушка, которая спрашивала о методах воздействия на налогово. Итак, что еще мы с вами отметим? Давайте прервемся, может быть? Так, коллеги, давайте дадим никогда не отдохнуть хотя бы минуту 10, у нас это уже в горы пересопло. И, пожалуйста, в перерыве не занимайте вопросами, дайте отдохнуть, еще у нас 2 часа впереди. Спасибо. Спасибо.